АЛЕКСАНДР СМИРНОВ После завершения вашей спортивной карьеры вы приняли решение перейти на тренерскую работу. Почему? Это окончательно было принято решение после завершения карьеры, но если честно, не буду лукавить, попробовал я и полюбил это дело именно тогда, когда произошла эта серьезная травма перед Олимпийскими играми. И чтобы после этой травмы быстрее восстановиться, я не мог тренироваться с ЮКО под руководством Тамары Николаевны, я начал пробовать просто подкатывать маленьких детей, взрослых любителей. И мне это очень понравилось. Я почувствовал, какие отношения между преподавателем еще глубже. Помимо того, что мы с Тамарой Николаевной учили. И даже после того, как я вернулся, уже опять с ЮКО выиграли еще один чемпионат Европы, я все равно не переставал чуть-чуть помогать каким-то детям или взрослым любителям. У меня много знакомых, любителей. Вот. Ну, так получилось и сложилось, что мы закончили со спортом. Вот. И я решил, что уже буду конкретно этим заниматься. Но мне не нравилось несколько подходов, несколько систем, которые сейчас в Петербурге, вообще в России ведутся. Мало внимания уделяется именно что характеру, психологическому подходу, работу с детьми. То есть просто это прессинг, подавление личностей, изнурительные там нагрузки. То есть уже не смотрят на личность и на организм ребенка. А каждый ребенок разный. Вот. Поэтому подумал, что почему бы не попробовать, не рискнуть. К тому же опыт есть. Тамара Николаевна много передавала. Опять же, собственный опыт выступления на серьезных чемпионатах, на соревнованиях, на олимпийских даже играх в Ванкувере. Это все опыт, который пройден мной. И я знаю, что я чувствовал, я помню все. И это лучше, чем это прочитать где-то в книжке и попробовать передать. И вот мы открылись. Пусть не так долго, но уже приходят ученики. И я вижу, что им нравится работать с нами. Есть результаты уже даже первые. Да, давайте посмотрим небольшое видео и продолжим разговор. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Как у вас возникла идея создать собственную школу фигурного катания? Если прямо отвечать на этот вопрос, это было не только мое желание, а желание родителей тех деток, которых сейчас мы увидели в этой заставке. Причем это меня умиляет еще больше, чем вот эти фотографии с наших выступлений с Юки. Я смотрю на этих детей, я просто чувствую, что это как уже тоже мои подопечные, как детишки мои. И просто умиляет на это смотреть родители уже хотели, чтобы можно было выступать на соревнованиях, нужно состоять обязательно в какой-то школе, в федерации. Но не могли себе позволить оставаться в какой-либо школе, а тренироваться у меня. А дети уже хотели очень тренироваться только со мной. Потому что наш подход тоже сильно отличается в нашей школе. Вы видели на видео, что со мной работает Никита Ермолаев. Это мой хороший друг по совместительству. Мой даже ученик я выводил и готовил к стартам чемпионатов Европы, мира, гран-при в парном катании за Литву. Вот. И отличительной чертой нашей, то, что помимо индивидуального подхода является, что мы тренеры-демонстраторы. Мы все еще в силах, возможностях показать любой элемент фигурного катания. Поэтому, помимо того, что в педагогике бывает наглядный пример и устный, мы легко можем произвести наглядный пример, показать, что даже мы, пусть даже я в своем возрасте все еще могу, и это возможно. И тем самым подкрепить и дух ребенка, уверенность в своих силах. Что нужно знать родителям, прежде чем отдавать ребенка на фигурное катание? Самое главное, и это понимают уже намного чуть позже уже все спортсмены. Вот у нас ходит такая шутка между уже взрослыми, у кого есть дети. Пожалуйста, не отдавайте. А ты отдашь своего ребенка? Да никогда. Потому что профессиональный спортсмен знает, насколько это тяжело. Любой профессиональный спортсмен скажет вам, нет, нет, профессиональный спорт это очень тяжело. Но знать нужно, что если идти, именно что цель Олимпиада, чемпионаты мира, что это будет очень тяжело именно физически, морально, финансово, может быть, как многие говорят, что, ой, это невозможно. Возможно, я вообще вырос не очень богатый семьями, мама педагог, отец инженер, и все мы смогли добиться трудом, своим терпением. Вот. А второе, что, наверное, нужно знать, что это все равно очень-очень полезно. Опять же, помимо того, что это иммунитет, там, дыхательные пути, софлей больше не будет никогда, там, это шутка. Но формируется, помимо того, что мы катаемся на коньках, мы много проводим времени в зале, занимаемся хореографией, у детей формируется прекрасная осанка. У нас все детки, даже кто заканчивает, и все красивые, статные, там, даже их отрывают, как говорится, с руками и ногами модели и еще куда. То есть, опять же, это, если не углубляться сильно в профессиональный спорт, а начальная подготовка, с которой мы тоже занимаемся, это полное развитие, всестороннее развитие детей. То есть, все-все-все затрагивает. С какого возраста можно заниматься фигурным катанием? Я считаю, что нужно начинать где-то с 3,5-4 лет. Ребенок уже начинает осознавать. Вот, опять же, если, оказывается, давление детки бывает разное, и психологическая травма в детстве совсем не нужна. То есть, он маленький совсем ребенок, 2-2,5 года еще не понимает, что вот это для него работа. Для него и садик-то впервые будет работой. Ходить, вставать так рано. А тут, представляете, какая нагрузка. Садик, еще тренировки. Поэтому я думаю, что с 4 лет можно спокойно пробовать, аккуратно, опять же, в игровой форме, укрепление здоровья. А потом, если ребенку понравится самому, уже потихоньку-потихоньку увеличивать нагрузки и темпы. Но если не понравится, не стоит заставлять? Можно предложить много альтернатив сейчас. Опять же, хоккей. Может быть, ему не понравится прыгать, понравится танцевать. Шорт-трек у нас, кстати, в Петербурге тоже развит. Много-много видов спорта на льду. Опять же, это только если не уходить именно со льда. А так мы развиваем всесторонние. Из фигуристов, кстати, получаются прекрасные каратисты и кикбоксеры, если вы не знаете. Вы меня удивили. Да, реакция, растяжка, скорость. Пару лет назад Петербург считался столицей фигурного катания. Сейчас ситуация немножко поменялась. Как вернуть этот титул? Я бы не сказал, что прям сильно, кардинально она поменялась. Тут несколько факторов сыграло. Один из них – это, конечно, финансирование. Москва может позволить себе финансирование гораздо больше, и московские округа просто берут хороших спортсменов по своему крыло. Помимо того, что сам город, так еще и округа они могут спонсировать, предлагать более хорошие условия. А так, если считать, то последние олимпийцы все тренировались в Санкт-Петербурге. У нас очень сильная школа. Я думаю, что я сделал правильный выбор, что сам приехал сюда. Меня многому очень научили как-то культуре катания. То, что нужно еще где-то поискать. Поэтому я с вами до конца не согласен. И в завершении вопрос не о спорте, а о развлечениях. Впереди новогодние каникулы. Как правильно выбрать коньки и каток? Ну, в большинстве катков, если приходить, это даже крытый, некрытый, вам предложат коньки на прокат. Опять же, если вы уже катались и хотите приобрести собственные коньки, сейчас много и профессиональных магазинов именно спортинвентаря. Так можно в обычных спортивных магазинах тоже купить достойные коньки. Опять же, обращу внимание, что конек, конечно, должен быть крепкий. Это не должно быть такое, как варежка болтающаяся, потому что можно получить травму, очень легко подвернуть или, не дай бог, сломать лодыжку. Опять же, неподготовленные люди особенно. Поэтому конек должен быть крепкий. И даже не беспокойтесь, если он может в первое время немножко мять ногу, лучше одеть второй носочек и потерпеть, но зато остаться здоровым. В студии «Город Плюс» был Александр Смирнов, заслуженный мастер спорта, учредитель и главный тренер спортивной школы «Мастер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова